5 июля моя группа всего лишь два парня даст концерт в Минске Приходите, приходите, приходите Начало в 19.00, всех очень жду, без возрастных ограничений Экстра Бау, меня зовут Ликей И вы смотрите ваш самый любимый и народный топ в мире топ 5, да и... 5! Мы любим игры с открытым миром, где можно погулять, покататься и полетать по локациям Не обращая внимания на миссии и задания и на этот чертов дождь Поэтому сегодня я расскажу вам о пяти играх с открытым миром, за которые проголосовали именно вы Лек гоу, господа! Любители багетов, мимов и чернокожих эмигрантов из Африки Миссии Французы подарили нам неплохую серию игр с открытым миром под названием Assassin's Creed Место номер 5! Серия кредо-ассасина насчитывает всего 9 игр, 4 из которых считаются true, а остальные лишь ответвления Открытые миры игры позволяют нам побегать по временам крестовых походов По эпохе Ренессанса, по Америке наполненной событиями войны за независимость Плюс золотая эпоха пиратов Вест-Индии Как сеттинг последней выпущенной на данный момент Assassin's Creed Black Flag Исследование открытых миров игры делает более увлекательным тот факт Что протагонист обладает неслабыми навыками паркура А значит мы можем залезть на самые, казалось бы, неприступные башни И осмотреть город с высоты птичьего полета Если вы любитель старины и вам по душе залитые солнцем узкие, но многолюдные улочки То мир Assassin's Creed это то, что нужно Спешите пройти все части, ведь на прошедшей выставке Е3 объявили о выходе Assassin's Creed Unity уже в октябре этого года На четвертом месте расположилась многопользовательская модификация игры Arma 2 В жанре survival horror и, что самое важное, с открытым миром DayZ Место номер 4 Вымышленное постсоветское государство Черноруссия, по которому мы, собственно, и передвигаемся в игре, достаточно пустынное Одинокие заброшенные домики, большие уныленькие поля, да едва обжитые улочки Не этого ждешь, когда слышишь фразу «открытый мир» Однако пустынность этого мира можно объяснить В городе произошел неведомый катаклизм, после которого жители превратились в зомби и разбрелись кто куда Нам угрожают не только управляемые компьютером зомби и другие игроки, но и естественные факторы Голод, жажда, травмы и болезни Смерть в игре является окончательной и необратимой С гибелью персонажа игроку предлагается вступить в игру заново, создав нового персонажа и начав накопление припасов с нуля Всем рон-дон-дон Серия Need for Speed, хоть и не всегда была игрой с открытым миром Но, тем не менее, в ней существуют выпуски, в которых мы вольны кататься куда хотим и где хотим Третье место Need for Speed Место номер три Когда-то давно, когда дети смотрели Зов джунглей по Первому каналу, а подростки слушали Богдана Титамира Гоночные игры, включая нашу с вами Need for Speed, игрались довольно-таки однообразно Есть закрытая трасса, наворачиваем по ней круги, побеждаем, радуемся С течением времени гонки стали использовать модель открытого мира, и Need for Speed не стала курить в стороне Можно свободно кататься по городу, исследовать его и попутно участвовать в гонках Не все игры Need for Speed предлагают такую свободу К примеру, в NFS Pro Street такой режим отсутствует, да и не только в нем Кстати, самое интересное, что суть самой первой части жажды скорости Это преступники против полицейских И впредь все части серии, которые эксплуатировали эту тему, продавались лучше, чем другие Например, те, которые были связаны исключительно с тюнингом Ну что, давакины, возрадуйтесь! Своим упорным голосованием вы добились того, что серия игр The Elder Scrolls занимает почетное второе место нашего топа Хотя это можно вполне считать и первым местом, потому что победитель у нас довольно предсказуемый Но о нем потом, а пока The Elder Scrolls Место номер два Ах, бескрайние просторы, живущие своей жизнью, забрали уйму времени нашей с вами жизни Хотя мы не жалуемся В The Elder Scrolls дышит буквально все Можно остановиться и просто наблюдать, как плывут облака Как журчит ручей, скрывая в себе притаившегося краба Как ветер колышет цветы и летают светлячки Герой не центр вселенной, и без него жизнь продолжается А ведь именно это все так любят в играх с открытым миром Играющие в салки дети, усталые кузнецы, сосредоточенные на своей работе В конце концов, сражающиеся друг с другом войны Не обращающие внимания на проходящего мимо протагониста Мы любим The Elder Scrolls сильно Была бы моя воля, поставил бы на первое место Но кто я такой, чтобы судить? В этом выпуске мы вводим новый раздел Он будет называться «Достойные упоминания» Это те претенденты, которые, к сожалению, не попали в пятерку По результатам вашего голосования Но они такие же весомые и интересные Расскажите в комментариях, как вам такая идея? При этом экстра мы тоже будем иногда оставлять Все зависит от темы выпуска Достойные упоминания Давайте, пожалуй, деревья порубим Так, не забываем про друзей На первом месте у нас в очередной раз Эта игра уже просто поселилась в наших выпусках Что ж, лучшая игра с открытым миром по вашей версии Это GTA Ну что ж, встречайте Первое место Давайте так Я уже так много рассказывал про GTA, что оставлю вам просто видеоряд А сам расскажу что-нибудь совершенно другое Ну вот, например, то, что я сам лично не всегда согласен с результатами топов Но, тем не менее, я лишь ведущий И у нас все решают зрители Поэтому напомню в очередной раз Голосуйте вот в этой группе ВКонтакте Все зависит от вас А пока вы в нее вступаете, представлюсь Меня зовут Ликей У меня клаустрофобия И это не шутка Я люблю гороховый суп и картофельные блины Плюс я обожаю видеоигры и фильмы с Леонардо Ди Каприо На монтаже сидит Костик Он любит песни Майкла Джексона Ненавидит грибы И длинные видео А еще нас с ним объединяет общий синдром Жильбера И это ого-го какое совпадение Также у нас есть общая фобия Низа корабля Нам очень некомфортно наблюдать На низ большого корабля Который плечется под водой А какие у вас особенные фобии Не поддающиеся научному определению, а? Кстати, пока вы пишете Напомню, что лучшая open world игра GTA Ура, ура, ура Такие дела Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И помните, что лучшая open world игра Вот она Ба-ба-ба-бау Я буду рад, как Нико Белик Уладивший свои проблемы Если ты подпишешься на канал А также посмотришь Топ-5 эпичных противостояний И 10 реальных причин конца света Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok